Обыски в Одесском порту. 21 сентября столичные налоговики приехали на территорию терминала крупности ведорной компании Олимпекс Купе Интернешнл. Такие действия могут парализовать работу всего предприятия, утверждают его сотрудники. А потому встреча получилась жаркой. На основании постановления Шевченковского суда Киева правоохранители изъяли часть документов и компьютерную технику. После этого потребовали информацию обо всех грузах на терминале. В противном случае пообещали арестовать имущество, говорит адвокат компании. Общаться с журналистами старший следователь отказался. Сначала требовал стать участниками следственных действий, а потом и вовсе решил избавиться от камеры. Валерий, Валерий, они отказываются, я прошу вывезти из помещения. Можете объяснить, что происходит? Ничего не буду объяснять, пока вы не будете участвовать в следственных действиях. По словам руководства компании, основанием для обысков послужила сделка, совершенная Олимпекс Купе Интернешнл еще в 2015 году. Но почему-то фискальная служба посчитала, что она была заключена сомнительным контрагентом, утверждает адвокат предприятия. По словам начальника терминала, арест груза может нарушить работу всего порта. Мы сейчас стоим перед реальной угрозой, непонятным причинам, как я понимаю, уже теперь безосновательным причинам. Если эти вагоны будут собраны, порт будет парализован, он не может вместить много себе вагонов. По словам юриста компании, обыски намеренно проводят в сезон сбора зерновых культур. Именно тогда, когда останавливать работу предприятия нельзя ни на минуту. По ее словам, следователь также изъял имущество, которое не имеет отношения к делу. И это при том, что суд отказал в аресте груза, товарно-материальных ценностей и денежных средств. Сам обыск, как вы видите, проходит очень с большими нарушениями. Сначала не допускался адвокат. После того, как он был в конце концов допущен и потребована видеофиксация, не обгрунтовано было отказано в этом. Кроме того, налоговики изъяли ведомость по зарплате, тем самым оставив работников компании без денег. Юрист рассказывает, неоднократно заявляли ходатайство сделать копии. Однако следователь отказался. Работники устроили забастовку. Вы превышаете служебные полномочия, я вам заявляю. Поверьте мне, вы толкнули женщину и мужчину. Дайте нам доступ к серой зарплаты и все. Нет, вы знаете, нам остались не есть. И пеню, да, не хотите? От того, что это нам зарплаты не дадут, знаете, как-то не очень сильно весело. На следующий день следователи попытались попасть в складские и технические помещения. Однако работники предприятия выстроились в живую стену, чтобы их не пустить. Хорошо, в чем проблема? Зайти мне в эту центральную консольную связь. У вас нет оснований. Ну, это вы это читаете. Почему? А мы считаем, что у вас... И народ считает, что у вас нет оснований. Так считайте, мы уверены на это. Реально, потому что судья вам вам сказал. Думская ТВ будет следить за развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова